Если на твой товар на Marketplace поставили одну звезду, не спеши писать покупателю, какой он дурак и ничего не понимает. Подумай о том, как это может увеличить твои продажи. А если пока непонятно, то в этом видео я расскажу тебе о том, как работать с негативом так, чтобы он увеличивал твои продажи. Будет интересно, поэтому обязательно досматривай до конца. Меня зовут Ромерайт, на этом канале я рассказываю про Marketplace. Поехали! Так как на Marketplace чаще всего негатив мы пропускаем через себя, всегда хочется ответить покупателю, когда ты знаешь о своем товаре, что он нормальный и покупатель ошибается, о том, какой он дурак. Поэтому, допустим, у меня в чате обучения наполнена флудилка тем, что люди скидывают примеры того, как продавцы отвечают на отзывы. Но это не то, что увеличивает твои продажи. Скорее, это то, что делает тебя некорректным к покупателю. Потому что нужно понимать, что каждый твой ответ на отзыв влияет на решение другого покупателя о продаже точно так же, как и отзыв другого покупателя. А иногда твой ответ на отзыв влияет даже больше, чем отзыв самого покупателя. Поэтому не спеши изначально писать какой-то негатив или смеяться над человеком, который написал что-то подобное. Но как подобный негативный отзыв может тебе помочь? Кажется, он просто убивает твой рейтинг. Смотри, как-то раз у меня была ситуация, когда на складе перепутали две похожие зарядки, но для разных целей. То есть штекер отличался, хотя отличался незначительно, и поэтому на складе у нас просто их перепутали. И в каше отправили их все по двум разным артикулам. Что мы узнали из первых отзывов? То, что мы перепутали товар. Если бы мы узнали об этом позже, например, и если бы кто-то не начал отправлять негатив, да, окей, мы потеряли карточки на тот момент, и нам пришлось создавать новые. Но самое главное, мы успели выкупить всю остальную партию товара еще на первых отзывах. И нам не пришлось платить за вот эти вот покатушки туда-сюда в момент, когда уже вся партия была продана. Поэтому получилась ситуация, в которой, да, мы потеряли карточку, мы потеряли деньги, но благодаря тому, что люди начали присылать быстро отзывы, мы поняли, что партия бракована, получилось забрать товар раньше и не переплачивать за весь этот негатив, за вывоз товара и так далее. Мы просто сделали это вовремя. Однако, даже если с вашим товаром все отлично, отрицательные отзывы ему все равно нужны. Ведь если у вас будут только 5 баллов отзывы с однотипными комментариями, а возможно даже различными, покупатель может подумать, что этот рейтинг накрученный. Поэтому самое важное, что могут сделать отзывы с одним баллом, это подсветить какой-то негатив, который для большинства покупателям таковым не будет. Ну, например, если бы у нас был ресторан, то нам могли написать отзыв про то, что очень вкусно, но доставка была безумно долгая. Поэтому я ставлю 1 или 2 балла. То есть, как бы, да, делали долго, но по итогу для кого-то будет важно то, что там вкусная еда. То же самое работает и с маркетплейсами. Если мы возьмем наш пример, то нам иногда писали отзывы на чехлы на айфон, то, что он весь в пупырке, вздутый и так далее. Но на самом деле это люди были дураки, и он специально был в пленке для того, чтобы ты ее снимал, и твой товар был вовсе без царапин. Так вот, этот отзыв бы подсвечивал даже не проблему, а просто благодаря нашему комментарию делал так, чтобы этот отзыв, даже имея 1 балл, превращался в положительный. Ведь покупатель узнает из этого отзыва то, что, да, покупатель другой дурак, который его оставил, но зато все чехлы идут в защитной пленке, и мой чехол точно придет непоцарапанным. Плюсом к этому другие пользователи будут видеть ваше отношение к продукту, и будут доверять ему больше. Я могу привести из такого же примера себя. Я никогда не стеснялся выложить реально какие-то негативные отзывы, обычно они просто странные, но о наших продуктах такие тоже бывают. Вот буквально пару дней назад мне написала женщина о том, что у нее не проверяли домашние задания, и она хочет вернуть за это деньги. Но в момент, когда я полез проверять как так, ведь я каждый день проверяю домашние задания на платформе обучения, и проверяю их лично я, узнал, что она ни разу не отправляла домашние задания. И казалось бы, ну вот она явно пишет это для того, чтобы нам угрожать, еще что-то сделать о том, какие мы плохие и так далее. Но ситуация настолько абсурдная, что я решил выложить ее себе в телеграм-канал. Повлиял ли это как-то на мою репутацию? Ну, скорее только даже в плюс. Потому что люди увидели то, что мы открыты, мы не боимся выложить какой-то негатив. Да, в этот раз он был абсурдный, но даже если бы он был реальный и конструктивный, то мы бы никогда не постарались его выложить. Таким образом, любой человек может увидеть то, что мы и наш продукт не идеален. Но есть люди, которые это оценят, и для которых это, наоборот, поднимет доверие. Ведь когда ты просто замалчиваешь что-то, то толпа людей, которым не нравится твой продукт, она растет. И рано или поздно об этом все равно узнают все, даже если по всем отзывам у тебя будут только 5 баллов, и все будет так хорошо. Поэтому изначально самое главное, что вы должны запомнить, что негативные отзывы нельзя игнорировать. У вас всегда должно быть что сказать в ответ на ваш продукт. Если вы действительно виноваты, то нужно так и ответить. Если же покупатель дурак, то не нужно говорить ему напрямую, что он дурак. Про это мы сейчас еще с тобой подробнее поговорим. Но пока что должны зафиксировать, что на все такие отзывы тебе будет необходимо отвечать. Каждый день помогаем увеличивать ваш доход на маркетплейсах. Подбираем товары для успешных продаж. Создаем инфографику, SEO-оптимизацию, видео и рич-контент. Упаковываем и доставляем на склады в среднем за 23 рубля за штуку. Юлип. Это агентство Fulfillment и обучение. Ссылка в описании. Давай разберем то, какие отзывы существуют. И первый вид это конструктивное недовольство. Когда покупатель действительно чем-то недоволен на твоем товаре. Ну, например, он купил ту же самую ручку, а она сломалась буквально спустя 2 дня. Неважно из-за чего она сломалась. Но самое важное, что она сломалась, и покупатель этим недоволен. Ну или, например, как вот этот отзыв, когда покупатель купил пылесос по скидке, а оказалось, что он не работает, как пишет покупатель от слова совсем. И лучше бы покупатель купил его сразу в магазине. Повелся на скидку и пожалел. Вентилятор не работает от слова совсем. Рычаг фиксации сломан. Лопасти не крутятся. Только зря время потерял. Пока ждал. Лучше бы купил сразу в магазине. Кажется, что все действительно плохо. И если пылесос не работает, то, значит, возможно, не работает у всех. А если и работает у остальных, то другие посмотрят на его отзыв, и точно будет все плохо. Но немного не так. Ведь даже если покупатель прикрепил к такому отзыву фото или видео, всегда нужно помнить первое. Покупатель редко разбирается в своем товаре. Точнее, в вашем. И зачастую, если взять пример негатива, допустим, у моих товаров, скорее всего, покупатель просто не заходил в инструкцию. У меня были буквально такие отзывы, как на товаре нет инструкции. Ру на русском только на китайском. А на фотографии покупателя написано инструкция на русском и QR-код на нее ведет. Нужно понимать, что покупатели изначально не самые люди, которые пытаются разобраться. Они купили, у них не работают, они ни в чем не разбирались. Это не их проблемы. А вот негатив высказывает проблемы у них. Поэтому вначале попытайся разобраться, точно ли это не работает. Может ли быть такое, что покупатель просто не понял, как включить товар в розетку? И открой секрет, иногда такое будет. После чего, ответь ему на отзыв, как можно попробовать оживить товар, как можно попробовать его включить, и скажи, что он, возможно, ошибся. Алексей, нам очень жаль, что вы столкнулись с браком при использовании нашего продукта. Представляем, как было неприятно получить нерабочий товар после длительного ожидания. Приносим свои извинения за эту ситуацию. Уверены, что если перезаказать товар, то проблема решится. Если же вы уже приобрели альтернативный вариант, то можем предложить вам компактную версию нашего вентилятора, чтобы вы могли убедиться в качестве нашей продукции. Эта модель обладает привлекательной ценой и имеет более компактный размер, что позволяет брать ее с собой в дорогу. Будем рады исправить первое впечатление о нашей продукции. Если после этого наша теория покупателя не сработает и он действительно прав, что товар не работает, то стоит извиниться, признать свою ошибку и всегда сказать то, что да, действительно, мы виноваты. Пожалуйста, отметьте этот товар как брак и отправьте его назад на пункт выдачи. Вам вернут полностью все деньги, поэтому вы ничем не рискуете и самое главное, что другим покупателям этот товар также не достанется. Мы стараемся поддерживать максимальное качество нашей продукции, но иногда брак случается. Пожалуйста, извиняемся, что мы не заметили. Не стоит, конечно, опускаться до самого уничижения, то, что, пожалуйста, уберите оценку, она влияет на наш магазин и так далее. Это все фигня. Это не нужно, это скорее будет выглядеть глупо. Но вот если ты просто признаешь свою ошибку и еще допишешь, то, что покупатель не потеряет свои деньги, это будет круто и это, скорее всего, точно сработает. Когда вы сталкиваетесь с подобными отзывами, ни в коем случае не переводите их в какой-то спор или негатив. Я скажу честно, я сам тот, кто всегда так делает. Потому что, когда я не на наемной работе, работаю на себя, мне все время обидно, что это неправда, там, правду всегда легко признать. Но когда это неправда, это кажется достаточно глупо. Если же по итогу это казалось правдой, то не стоит спорить, не стоит доказывать, что покупатель дурак, как из примеров отзывов, которые мы показывали в самом начале. Нужно понимать, только самое важное, то, что если ты начинаешь спорить с покупателем, то другой покупатель, который еще не купил твой товар, вот он-то, когда будет смотреть на все эти перепалки, точно подумает тебя, дураком и подумает, что, ну, здесь лучше не покупать. Меня точно не поймут. Если вдруг что-то пойдет с товаром не так. Поэтому ни в коем случае не спорьте, а скорее присоединитесь к недовольству клиента. Расскажите о ситуациях, которыми он может решить этот вопрос, как я уже и показывал до этого. И самое важное, просто помните, что чем более вежливо вы здесь откликнетесь, тем более вежливым ваш магазин будут считать другие. А пока для тех, кто только хочет выйти на Озон или уже вышел, но пока же не добился должного результата, хочу рассказать о нашем курсе по Озон. Два с половиной месяца, практических уроков, более 90 уроков в стиме модулях, где я расскажу тебе все про то, как продавать на Озон. Скорее всего, у тебя, как и у всех, проблемы с тем, как подбирать товары в 2024 году, как настраивать рекламу, что вообще делать со ставками и как правильно просчитывать юнит-экономику. На все эти вопросы и даже больше я уже ответил в своем курсе, где только по подбору товаров более чем 17 уроков. В нем я расскажу тебе о том, как просчитывать юнит-экономику на свои товары и на товары из подбора, как работать с сервисами внешней аналитики, такими как Sales Finder, как правильно анализировать конкурентов и не совершать ошибок при подборе товара. Самое главное, во время обучения мы вместе с тобой подберем более чем 10 товаров для продажи, которые я одобрю лично я и вообще по ходу уроков я буду единственным, кто будет отвечать на твои домашние задания. Поэтому можешь не переживать за то, что попадутся некачественные кураторы или что-то подобное. На нашем обучении есть только один куратор, это я сам. Поэтому прямо сейчас переходи по ссылке в описании, регистрируйся на обучение, там ты найдешь несколько тарифов для действующих селлеров, для новичков и так далее, в которых сможешь принять участие прямо сейчас. Ведь обучение в записи, поэтому получишь доступ сразу после регистрации. А если хочешь, чтобы мы лично помогли тебе продвинуть твой магазин, то приходи на тариф сопровождения. Он также будет доступен на сайте. В нем за 2,5 месяца мы с тобой не просто пройдем обучение, я буду лично с тобой в персональном контакте и буду каждый день проверять все твои задания. Будем выставлять тебе задачи как менеджеру своего же магазина, и ты прокачаешься на озоне по максимуму. Например, почти полтора месяца мы с тобой будем каждый день разбирать рекламу в твоем собственном магазине, благодаря чему ты сможешь научиться правильно ее создавать. Будем вместе подбирать товары и разбираться в том, что с ними не так. И вообще, сопровождение — это такой тариф, где если у тебя через 2,5 месяца не выходит так, как мы хотели бы изначально, то есть у тебя нету должного результата, то мы продлеваем его за свой счет. Поэтому даем некую гарантию на данный тариф. Все ссылки доступны в описании. Переходи, регистрируйся, а мы будем продолжать. Но иногда проблема будет заключаться вовсе не в вашем продукте. Как я уже говорил, бывают разные примеры, например, как с нашей инструкцией. Поэтому, когда вам будет покупатель писать что-то подобное, не смогла поменять насадку, механизм сломан, я кручу, а он не откручивается. Кто такое вообще придумал? В итоге пользуюсь только феном. Насадки не надеваются. В первую очередь, уточните, правильно ли вы поняли суть проблемы, потому что можно оказаться дураком, если неправильно понять покупателя, а во вторую, помогите ему. Даже если дурак оказался он, как я и сказал, и на его фотографии видно, где инструкция, пришлите ему снова ссылку на нее, для того, чтобы он смог зайти и получить всю необходимую информацию. Как показывает практика, свои ошибки признают мало кто, но бывают покупатели, которые после этого меняют оценку. Если они не почувствовали себя униженными, обиженными, оскорбленными и так далее, то с большой вероятностью они поменяют оценку. А если они сами дураки и им на это указали, то, скорее всего, свою обиду они оставят в том самом одном балле, даже если он был поставлен незаслуженно. Не пишите в ответ комментарии о том, что надо было читать инструкцию, что сам виноват и так далее, лучше просто помогите. Это действительно может помочь. Следующая разновидность негативных отзывов это вкусовщина. Когда покупателю, может, и не понравилось, но не понравилось конкретно ему. Например, как вот такой вот отзыв о блеске для губ. Красивый цвет тинта, но запах ужас. Не смогла проходить с ним даже 5 минут. В итоге все стерла. Деньги на ветер. Здесь клиент сам подчеркивает, что товар такой, как он и хотел, но ему не нравится запах. Поэтому, отвечая на такой отзыв, нужно предложить какое-то решение проблемы и перевести тот самый негатив в позитив. Возможно, с помощью какого-то дополнительного бонуса, который ты можешь дать покупателю. К примеру, на тот негативный отзыв, который мы показывали выше, можно было бы ответить так. Анна, спасибо, что отметили цвет нашего блеска. Нам очень приятно слышать подобные отзывы, так как мы внимательно подходим к процессу разработки новых интересных оттенков и стараемся сделать так, чтобы каждая девушка могла найти в нашей линейке то, что идеально подойдет именно ей. Тоже можем сказать и о наших ароматах. Предполагаем, что в этом блеске вам могла не понравиться сладкая ванильная отдушка, несмотря на то, что это очень популярный аромат. Он подходит не всем, поэтому в качестве альтернативы можем предложить вам нашу линейку блесков без запаха. Ну и даете вариант перейти на другой товар для того, чтобы они могли сразу понять, что вот это может мне не понравиться. Но даже если это мне может не понравиться, то я сразу перейду на другой товар, о котором мне написали, для того, чтобы не совершить ту же самую ошибку, что и покупатель выше. Похоже, категория отзывов это когда клиент недоволен не самим товаром, а доставкой, пунктом выдачи и так далее. Но удивление, такие отзывы прилетают достаточно часто. Если посмотреть причины возвратов, то большинство из них будет как раз таки потому, что Озон не вовремя доставили товар. Поэтому все, что нужно понимать, как отвечать такие отзывы, это то, что не переводи стрелки о том, какие виноваты те или иные, а просто сочувствовать покупателю и сказать здравствуйте. К сожалению, доставка зависит не от нас, а от самого маркетплейса, но мы понимаем вашу проблему и согласны, что она такой не должна быть. Поэтому хотели бы извиниться за там то-то-то-то. То есть в таком виде хотя бы покупатель уже поймет, во-первых, что он не прав, во-вторых, не почувствует себя обиженным, то, что это он сам не туда написал. И в принципе, тебе будет гораздо проще перевести его на какой-то позитив, для того, чтобы он изменил свою оценку. Еще один распространенный тип отзывов это обесценивание, когда покупатель недоволен не самим товаром, а его ценой. Опять же, больше половины возвратов и отмен в моем магазине это как раз-таки недовольство ценой. То есть покупатель заказал снова ту же самую ручку, а она стоила до этого 100 рублей. Но вот пока она к нему ехала, конкурент начал продавать за 50. Покупателю это не понравилось, он понял, что может сэкономить, поэтому решил он ручку эту отменить и заказать другую. Но при этом отзыв все равно он смог написать. Обычно такие отзывы пишут очень эмоционально, даже если товаром не попользовались, но примерно в таком формате. Красная цена 100 рублей. Если вы получаете подобный отзыв, то ни в коем случае не стоит оправдываться. Скорее, наоборот, попытаться объяснить понятными аргументами покупателю о том, почему ваш товар стоит столько. Например, мы немного больше заморачиваемся с упаковкой. Поэтому товар до вас задается, скорее всего, без вмятин, без каких-то дефектов и так далее. Это помогает нам поддерживать качество самой продукции, поэтому он стоит немного дороже. Ну или, например, как в этом ответе. Евгений, в этой модели стринг мы сделали ставку на долговечность и комфортность в носке при постоянном использовании точка. Они выполнены из качественного материала с добавлением полостана. В сравнении с другими моделями, этот вариант более прочный и приятный к телу точка, однако, возможно, вам хотелось бы чего-то более нетривиального за ту же стоимость. В таком случае можем предложить вам нашу дизайнерскую линейку стринг по артикулу. Надеемся, что этот вариант окажется вам по душе. Приятных покупок. И последний тип отрицательных комментариев это чистый негатив без какой-либо аргументации. Кошмар, ужас, уродство и так далее. Это то, что иногда пишут одним словом о твоем товаре. Это самый интересный тип негатива. Так как в данном случае вы не можете разобраться, в чем именно была причина проблем с товаром и как бы даже уточнять это вряд ли у вас получится, потому что такого типа покупатель редко ответит вам что-то. Здесь всегда проще перенаправить покупателя на какую-то попытку объяснить, что конкретно и так. Например, в таком видео. Итак, разобравшись с типом негативных комментариев, мы с тобой можем сделать небольшой гайд по тому, как правильно на них отвечать. В первую очередь нужно будет понять, это конструктивный отзыв или деструктивный. В случае с деструктивным человек напишет просто какой-то негатив, но не будет понятно, что конкретно ему не понравилось с товаром. В таком случае, как мы показывали в примере выше, достаточно будет его просто отправить в поддержку. Если же этот отзыв конструктивный, то тогда для начала стоит понять, на ком лежит вина за товар, например, на Озоне, на тебе, на Валберес и так далее. И если эта вина лежит на тебе, то глупо ее не признавать. Нужно написать о том, что ты действительно виноват. Нужно всегда говорить покупателю о том, что он в состоянии вернуть за товар деньги. И никакого страха в том, что он вернет, нет. Ему нужно просто будет отнести его на ПВЗ. Таким образом, это будет повышать лояльность к твоим товарам. И еще несколько важных вещей, которые нужно понимать, когда ты будешь отвечать на отзыв клиента. Первое. Обращайся к нему по имени. Таким образом, ты будешь проявлять свое уважение к клиенту. И тем самым, он, скорее всего, больше проникнется к тебе эмпатией. Да, это не та ситуация, когда ты вместо просто «здравствуйте» написал «здравствуйте, Алена», и теперь она вся твоя, и поставит тебе только 5 баллов. Но в любом случае, человеку будет немного более приятно, что вы отвечаете на его отзыв не шаблонным комментарием, а немного хотя бы проработанным. Второе. Благодарите покупателя за его отзыв. Неважно, каким он был. Плохим, хорошим. Самое важное, напишите ему о том, что этот отзыв поможет решить проблему. И тем самым, покупатель поймет, что вам не все равно. А в-третьих, вырастите сожаление. То есть, напишите покупателя о том, что вы согласны с тем, что так не должно быть, что это не окей, что он, опять же, может вернуть товар, и так далее. В-четвертых, общайтесь с живым языком, чтобы это не было похоже на нейросеть, которая отвечает. Потому что знаешь, как у нас зачастую многие отвечают на отзывы. Здравствуйте. Мы благодарим вас за ваше обращение. Спасибо большое, что сделали свою оценку. С уважением, магазин такой-то. Да, те, кто так отвечают, самое главное, что уважения никакого нет. Это просто шаблонный ответ, который компания сделала. Это то же самое, как благодарим вас за ожидание звонка. Вам ответит первый освободившийся оператор. Все это фигня. Если бы было уважение, отвечали бы сразу, а не заставляли ждать по 10 минут. И это примерно такая же история. Говорить человеческим, понятным языком. Можешь и смайлик оставить, это нормально. Можешь и высотянный знак. В общем-то так, чтобы это не было супер большим формализмом, когда ты говоришь о том, что вот, мы собрали все положительные местоимения и все остальное в рамках одного предложения, для того, чтобы человек понял, как сильно мы его уважаем. Следующее, это не бойся попросить о втором шансе. Ну, например, можешь написать человеку, которому попался бракованный товар, то что, здравствуйте, да, действительно, мы согласны, что все плохо. Но у нас все товары нормальные. Посмотрите на наши отзывы, если вы увидите, то 4,7 наша средняя оценка. У нас такие товары попадаются нечасто. И мы действительно сожалеем о том, что так вышло. Но вы можете попробовать перезаказать наш товар, тем самым получив тот товар, который вы изначально хотели. Это поможет вам, возможно, даже увеличить продажи таким образом. Еще обязательно следи за веткой обсуждения. Бывает такое, что вначале отвечал менеджер, потом ты, и вы по итогу из-за того, что вы все не прочитали общую историю диалога, вначале там менеджер ответил то, что покупателю виноват, то, что такое-то, такое-то, и потом ты не посмотрел и ответил то же самое. Поэтому обязательно, перед тем, как отвечать повторно на какой-то комментарий к отзыву, нужно посмотреть о том, не было ли такого же ответа, как и у вас. И только потом делать свой. И последнее. Не забывайте отвечать на отзывы вовремя. Если вы ответите спустя месяц, никакой ответ ваш не поможет, скорее всего. Но если вы ответите в ближайший день, а в идеале в ближайший час, хотя бы на негативные отзывы только, то тогда с большой вероятностью покупатель действительно проникнет к вам чуть больше эмпатии и будет вам доверять. Поэтому запомните, чем быстрее ваш ответ, тем больше вероятность того, что покупатель, возможно, и вернет ваш какой-то бракованный товар или которому не понравится, но даст вам второй шанс. Поэтому бери этот чек-лист, отвечай на свои комментарии правильно, и никогда не отправляй негатив в ответ на негатив. А мы увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по подсказке на экране. Ссылки в описании. Там каждый день про маркетплейсы. Последнее видео доступно здесь. Обучение по ссылке в описании. Пока.